Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Именно эти слова 79 лет назад услышал каждый. Спустя годы они все так же не оставляют нас равнодушными, а наоборот приобретают особую значимость, становятся бессмертными. В преддверии годовщины Великой Победы мы погрузимся во времена событий той войны. Пройдем этот путь вместе. Постараемся вспомнить даты, события, имена, благодаря которым есть мы. Как совершить исторический экскурс по датам и событиям Великой Отечественной войны? Погрузить сотрудников компании в ту эпоху, пройти путь воинской славы от обороны Бреста до Парада Победы, не выходя из дома. Молодежь профсоюзной организации корпоративного института дала ответ на этот вопрос. С 7 по 9 мая 2020 года прошла интеллектуальная игра «Путь к победе». Организаторами Лиги интеллектуальных игр был выбран нестандартный формат – формат онлайн-конференции. Современная платформа позволила игрокам принять участие в игре в условиях самоизоляции, подключившись к игре с компьютера или смартфона. Это июль. 42-й год, да? 42-й год. Я думаю, что это август. Наш ответ – 125 грамм. Итак, коллеги, 125 грамм выдавали в самые тяжелые периоды служащим и иждивенцам, а рабочие получали по 250 грамм. К сожалению, это неверный вариант ответа. Вопрос. Как называлась эта конференция? Три-четыре. Я август. Для реализации проекта был сформирован пул вопросов, представляющих собой рассказ участника войны. В роли ветерана выступили организаторы игры «Молодежь Корпоративного Института». В отборочном этапе команды от Омска до Камчатки прожили вместе с персонажем 5 военных лет, встретились с историческими героями и стали участниками переломных событий войны. А атрибутика военных лет организаторов и участников помогла создать тематическую атмосферу игры. Каждая команда состояла из пяти игроков, которым предстояло ответить на 24 вопроса на знание истории войны в условиях ограниченного времени. За одну минуту нужно было прийти к общему знаменателю и дать точный ответ. Верность и полнота ответов оценивались экспертной группой. Капитаны шести сильнейших команд встретились в финале. Представители Амурского, Новосибирского, Томского и Юргинского линейно-производственных управлений, а также Управление материально-технического снабжения и комплектации и Управление аварийно-восстановительных работ поборолись в знании, культурных памятников и наследие послевоенных лет. В дни Дня Великой Победы команда Иркутского филиала приняла участие в игре «Путь Победы». Формат игры новый и сложившиеся ситуации самоизоляции весьма актуальны. Темпы игры и вопросы сохраняли драйв на протяжении всей игры. Спасибо организаторам и участникам за данный подход. И предлагаю сохранить данный формат проведения мероприятий при праздновании Дня России. Благодаря игре освежил знания о Великой Отечественной войне и также узнал что-то новое. Большое спасибо организаторам на высочайшем уровне и коллегам отдельное спасибо. Играть в команде было очень приятно. С перевесом в один балл капитан команды Томского линейно-производственного управления Демина Ольга Николаевна обошла остальных финалистов и одержала победу в интеллектуальной игре. От лица команды Томского ВПУ благодарю организаторов за отличное времяпровождение. Игра была очень увлекательная. Были очень интересные вопросы. От себя лично спасибо за вопрос о Томске. Это было классно, патриотично. Выбранный уникальный формат проведения корпоративных соревнований и нестандартная для интеллектуальных игр форма подачи материала позволили участникам проникнуться истинным мужеством в солдат и героическим подвигом советского народа. И на этом торжественном моменте мы заканчиваем игру. Спасибо за участие. С праздником. С Днем Великой Победы. Сегодня, 24 июня 1945 года, здесь страна встречает своих сыновей, вернувшихся с победой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok